Как вы знаете, лучше всего проблемы проявляются на границе. Мы привыкли думать, что во всем виноват климат, а может быть даже какой-нибудь мифический менталитет, но все это отговорки. Ничто не мешает строить удобный город в средней полосе России, ничто не мешает укладывать плитку в Омске, как ее укладывают в Германии, а в Чите можно совершенно спокойно поддерживать чистоту, как в Финляндии. Некоторое время назад, как вы знаете, я начал проект границы, я начал ездить по приграничным территориям, и сегодня будет такой своеобразный выпуск этого проекта «Граница», но не совсем обычное сравнение. Мы посмотрим на два крупнейших города Шпицбергена, на Лангир и Баренсбург. Ну, Лангир, соответственно, норвежцы, Баренсбург — это мы. Сравнение не совсем корректное, так как наш город, во-первых, значительно меньше, и находится он фактически на территории Норвегии, то есть есть определенные ограничения, мы им просто управляем, но это территория Норвегии, и мы не можем там воспользоваться всей полнотой нашей власти. Но все равно, я думаю, будет интересно посмотреть, как выглядят самые северные города России и Норвегии. Для начала давайте определимся, что такое Шпицберген. До 1920 года, это вообще была ничейная территория. В 1920 году заключили соглашение, и Шпицберген отдали под управление Норвегии. Но не все так просто, потому что странами, разными странами, который закреплял возможность здесь присутствия тех стран, которые ведут здесь постоянную хозяйственную деятельность. Было четко оговорено, что такое может являться постоянной деятельностью здесь. Например, добыча угля. И, собственно, сегодня здесь присутствуют только две страны. Норвегия, собственно, под юрисдикцией которой находится весь этот архипелаг, и Россия, которая ведет здесь добычу угля. Шпицберген относительно безлюдная часть нашей планеты. Здесь чуть ли не самый большой процент нетронутой дикой природы в Европе. Природу здесь любят, и из-за природы сюда, собственно, туристы и едут. Да, здесь есть белые медведи. Белые медведи могут вас сожрать. Это неприятно по двум причинам. Во-первых, никому не охота, чтобы вас сожрал белый медведь. Во-вторых, на Шпицберген нельзя умирать. И если вас, не дай бог, конечно, сожрет белый медведь, у ваших родственников и друзей будет куча хлопот, потому что ваш трупик придется вывозить на большую землю. Да, на Шпицбергене не хоронят, поэтому лучше медведю не попадаться. Из-за того, что здесь вечная мерзлота, и трупы не разлагаются. Их могут раскапывать, например, белые медведи, другие хищники. Если у кого-то смертельная болезнь, его отправляют на большую землю, если над кем случился несчастный случай. В общем, друзья, если вы решите умереть, то вас отправят в Норвегию. Для того, чтобы медведь вас не сожрал, здесь все ходят с ружьями. Да, без ружья за пределы поселка выходить нельзя. Поэтому совершенно нормальное дело, например, объявление при входе в бар или в магазин, оставьте ваше оружие у продавца. Белых медведей здесь больше, чем людей. На 3000 человек насчитывается 4000 белых медведей. В аэропорту на ленте выдачи багажа стоит чучело белого медведя. Повсюду белые медведи. Белый медведь предупреждает путешественников, что нужно себя хорошо вести. Итак, в Лангире живет 2258 человек, по последним данным. В Баренцбурге вместе с поселком Пирамида проживает 458 человек. У Лангира есть мэр, у Баренцбурга мэра нет и не может быть, потому что это особенный статус поселка. Это норвежская территория, но находится она под управлением России. Поселки расположены в 40 километрах друг от друга, то есть там примерно одинаковый климат. И оба они были основаны в начале 20 века угледобывающими компаниями. Сегодня все или почти все объекты Баренцбурга, включая жилые и туристические, принадлежат российскому тресту Арктикуголь. То есть фактически мы сейчас будем с вами сравнивать границу Норвегии и Арктикугля. На Шпицбергене нет дорог. Ну как нет? Они есть как раз здесь в двух городах, но между городами сообщения автомобильного не существует. То есть никаких дорог здесь нету и передвигаться летом можно на катерах. Собственно это главный вид транспорта, а зимой это снегоходы. Поэтому здесь столько снегоходов и народ зимой ездит друг к другу в гости на снегоходах. Очень много машин, мне даже интересно, куда они на своих машинах постоянно ездят. Ребята, если вы живете в Лангире, напишите, зачем вам столько машин, куда вы ездите, здесь нет дорог. Боже, они просто по городу скучают. Итак, нам нужна машина, мы будем ездить в супермаркет. Многие думают, что с покупкой автомобиля они избавляются от кучи проблем. Но вместо них обязательно появляются новые. Например, встает вопрос, где этот автомобиль теперь обслуживать. Большинству людей на поисках нормального и честного механика приходится тратить очень много времени и сил. Владельцам автомобиля Вольво повезло больше. Они в любой момент могут найти механиков в официальных дилерских центрах. Мой друг предоставил мне этот автомобиль, чтобы я за несколько часов смог протестировать их сервис. Здравствуйте! Расскажите, что это за сервис? Это персональный сервис Вольво, в котором я являюсь и мастером-приемщиком, и механиком, который обслуживает автомобиль. И контактным лицом, с которым вы можете решить абсолютно любые вопросы. А сколько это стоит? Это стоит столько же, сколько обычный сервис. Сервисное обслуживание у Вольво работает по принципу пит-стопов на Формуле-1. Вы привозите в дилерский центр свою машину, ее тут же перехватывает команда механиков, она быстро производит техобслуживание и уже через час вы можете спокойно ехать по своим делам. Получается намного эффективнее, чем если везти машину в рандомный автосервис. Вы получаете гарантию, что ремонт будет быстрым и качественным. Механики в официальном дилерском центре лучше всех понимают, как ремонтировать автомобили Вольво, потому что они специально этому учились. Так что шансы, что они накосячат, стремятся к нулю. На протяжении всего периода владения автомобилем всегда будет заниматься один и тот же механик. Вам не придется каждый раз рассказывать историю поломок и проблем с автомобилем. Он сам все это прекрасно будет понимать и лично отвечать за качество ремонта. Будет как семейный доктор у вашей машины. Еще до ремонта вам подробно объясняют, какие конкретно работы нужно будет провести и сколько это будет стоить. Не будет такого, что вам сделают ремонт, а потом озвучат цену в несколько раз выше той, о которой вы изначально договаривались. Если вы очень переживаете, то у вас всегда будет возможность лично наблюдать за ремонтом. В мастерскую свободный доступ, можно наблюдать и задавать вопросы. А если не переживаете, то можно отдохнуть или поработать в гостиной дилерского центра. Все подробности есть на сайте Вольво, ссылочку я оставлю в описании. Российское присутствие на Шпицбергене уже насчитывает более 500 лет. Потому что по различным свидетельствам поморы впервые прибыли на Шпицберген на рубеже 16-17 веков. Они не только летом сюда приплывали, чтобы охотиться за так называемым рыбьим зубом, точнее моржовый клык, так называли, в общем добывались моржовый клык. Но и на зиму останавливались, и до сих пор археологи находят здесь свидетельство поселения поморов. Так что поморы здесь появились гораздо раньше, чем голландцы. Потом через сто лет только после поморов голландцы открыли Шпицберген. А теперь я предлагаю посмотреть, как живут в Баренцбурге и как живут в Лангире. Вот деревянные домики финки, так называемые, четыре одинаковых вариантов. Это как раз-таки первые советские домики послевоенные. В 1946 году, когда сюда вернулись, вот именно с них начали отстраивать Баренцбург. В Баренцбурге есть несколько жилых домов. Это такие стандартные советские панельные четырехэтажки, к которым мы привыкли. И в них нет, ну просто обычные унылые панельки, такие хрущевочки. Господи, эти типовые ужасные проекты, они добрались даже до этих прекрасных мест. Вот везде, где ты оказываешься, даже на краю света в Арктике, вот сюда приходит Советский Союз. И вам, блин, нужно делать жилье. Ну на хрена вы строите свои бетонные эти панельные эти убогие коробки? Ну неужели нельзя было ничего получше построить? Последнее время здесь решили сделать евроремонт, поэтому эти уродливые панельки стали, на мой взгляд, еще более уродливыми. Их обшили дешевым китайским вентфасадом, цветастеньким, и они стали вот такими. Как можно ярче, почему? Потому что полярная ночь, затяжная, это раз. Нужны какие-то краски всегда, то есть это повышает тонус внутренний. И естественно, когда все вокруг белое-белое-белое, должен быть ориентир. Даже в метели это спасает. Все застройки мне нравятся церкви, потому что церковь она деревянная, некрашенная. И даже как-то выглядит неприлично хорошо. Уже нет всего этого нового. На самом деле, вот эта вот деревянная лестница из такого вот непокрытого дерева. Такое уже вот седое, старое дерево. И вот эти вот даже разваленные старые домики, для которых никому нет дела. Наверное, это самое красивое, что есть в Борисбурге. Вот этот дом, это дом начальника рудника. Сейчас он заброшен, не работает. Здесь недавно поменяли крышу на это историческое деревянное здание. Влепили нашу с вами нелюбимую металлочерепицу. Ох, бедный домик. Поскольку мы с вами в Норвегии, то всей этой красотой управляют норвежцы. И говорят, что норвежцы должны все согласовывать. И я смотрю на то, что вся вот эта вот историческая застройка, она всякая уже сгнившая, разрушенная. И я даже не знаю, это хорошо или плохо. Потому что то, как здесь наши ребята все восстанавливают из компании Арктикуга, но лучше бы они, конечно, ничего не восстанавливали. Увеляет то, что как-то все разваленное. Бетонные плиты, покосившиеся разбитые дороги. Даже здесь, на краю света, у них разбитые дороги. Смотришь на все эти здания, обшарпанные, выцвевшие, развалившиеся, заброшенные. И этот, так называемый, морской фасад Баренцбурга. Отвратительно. Просто отвратительно, страшно, ужасно, стыдно. Непонятно, почему это так происходит. У норвежцев здание проектируют архитекторы. Ничего себе, здание проектируют архитекторы. Например, это здание научного центра Свальбарда, спроектировано архитектурным бюро из Осло. Сейчас в нем базируется университет и шикарнейший музей. Когда научный центр строили, его создатели использовали 3D-моделирование, чтобы оценить, не будут ли сугробы загораживать двери и окна. В Лангирии все, конечно, совершенно иначе. В Лангирии огромное разнообразие архитектуры. И просто даже по одному Лангиру можно сделать, наверное, книгу по современной северной архитектуре. Кучу интереснейших решений. Многие здания заслуживают, чтобы прямо про них отдельно написать. И разнообразие архитектуры в Лангирии, конечно, поражает. Музыка Вопрос, который меня сильно смущал в Баренцбурге, это цвета, в которые они раскрашивают свои здания. И вот посмотрите, как выглядят здания в Лангирии и в чем принципиальное отличие. Все крыши, которые здесь есть, они черные. То есть здесь, в основном, мягкая черепица, покрытие. То есть крыши черные. И из-за этого создается совершенно другое ощущение от архитектуры. Выглядит все это очень круто. Вообще черные дома и черные крыши, это круто. Все такое очень аккуратное, хорошо подобранное. И совершенно другое ощущение от городка создается. Вот норвежцы, они не отказывают себе в удовольствии выйти на балкон, даже зимой. Поэтому балконы здесь не стеклят. Лыжи, лыжи, еще раз лыжи. Все в лыжах. А это розеточка и провод для прогрева двигателя. Ну это такая типичная северная история. Если вы были, например, в Финляндии, то вы видели, что на всех стоянках обязательно есть ящики. Такие специальные коробки с розетками, чтобы прогревать двигатель. Водосточные трубы даже здесь уходят сразу в ливневочку. Ничего не льется на землю. Видите, все убрано. Все в ливневочку. И вот такой вот вход. Вход в одном уровне. Лежат дрова, у кого-то рога, мотор, лыжи. И никто ничего не прячет. Даже машины иногда здесь не закрывают и оставляют прямо ключи. Кирпичный традиционный норвежский цвет. Давно-давно его начали использовать. Вначале краску подкрашивали выбитым китовой кровью. Использую этот цвет для того, чтобы дома издалека походили на кирпичный. Потому что кирпичные дома были только у богачей. Те, у кого денег на кирпич не было, они просто красили свои дома под кирпич. Чтобы издалека дом смотрелся богато. Кстати, обратите внимание, что в отличие от нашего Борисбурга, здесь нет тротуаров. И люди вынуждены стоять на обочине, ходить по обочинам. Ни одного тротуара замечено не было. Пешеходная улица есть, а тротуаров нет. Это молочная улица. Почему Милки-уэй ее так и называют? Потому что как раз домик зеленый. Куда этот зеленый домик? Это домик молочника. Это один из тех, который сохранился до военного времени. Чуть левее проедем с вами дом человека. У которого дом у единственного выше, чем у губернатора на Шпицбергене. И он причем был последний, кто купил как раз здесь дом с территорией в 1993 году. А сейчас нельзя купить дом? Сейчас можно купить дом, но не землю. Вот он был последний, кто купил дом с землей. У них даже насосная станция и трансформаторная станция красивы. Кстати, обратите внимание, что они сделали насосную станцию прозрачной. И любой может заглянуть внутрь, посмотреть, что там внутри. То есть из обычного технического здания это превратилось в такую маленькую достопримечательность. Я сам видел, как люди подходят, заглядывают такие, офигеть, как там классно. Вернемся в Россию. Так как на Шпицбергене царит вечная мерзлота, то здание на сваях. Входы высоки от земли, надо подниматься по высоким лестницам в подъезд. Прикольно, здесь входы обозначены такими столбами с маячками. Видимо, чтобы когда снег, метель и все заметает, чтобы можно было найти вход. У норвежцев я такого не видел. Норвежцы, кстати, от лестниц не страдают и стараются эти лестницы не делать. Они просто приподняли все улицы на уровень первого этажа. А перед входом положили такие вот сетки, чтобы не чистить снег. Через эту сетку снег вниз с ботинок. И просто когда падает, проваливается. И не надо чистить. Очень красиво. Когда ты просто ходишь по Лангиру, по норвежской территории, ты даже не ощущаешь, что здание на сваях. Просто идешь по северному поселку. Вообще очень круто. Вот новые дома. Они стоят на крутом склоне, поэтому вполне оправданно первые этажи используют под парковку и под какие-то технические сооружения. Но посмотрите опять же на архитектуру, как все круто сделано. Вот местная многоэтажечка, местная многоэтажка. Из-за того, что все отделано деревом, натуральные материалы. Очень все качественно сделано, выглядит просто шикарно. Перед входом на жилую улочку мы видим такой домик с почтовыми ящиками. Он тоже приподнят. И вот, чтобы почтовые ящики не завалили, они ведь все в таком домике. Здесь сразу есть урна. На детской площадке дойти можно по мосткам. Здесь есть зона для гриля. Вот так вот она выглядит. Тут сухие дрова лежат. Тут все обустроено. Есть лопата, гриль, стол, стулья. Все сделано из дерева. Дерево необработанное. Очень круто пахнет. Опять же, просто использование натуральных материалов. Детали, качество работ. Сразу видно, что мы находимся в Норвегии. Просто по каким-то мелочам. Как сделан водоотвод. Как сделаны все узлы. Как просто даже элементарно перила. Здесь у нас такое круглое сечение. Здесь квадратное сечение. Это не просто какая-то там сетка или какое-то барахло. А тут вот прям вот видите. Здесь так, здесь так. Все сварено, все обработано. Мангалы. То есть народ здесь жарит мясо. Вот мангал. Если мы сюда посмотрим. Вот так вот выглядят места для жарки мяса. И сюда приходят корабли. Вот люди, которые приезжают в Баренцбург. Туристы. Они попадают сюда. Что они видят? Совершенно убитая, разбитая какую-то площадь. Все проваленное, разрушенное, грязное. И мы видим старый офис. Портовый офис, который сейчас не работает. Здесь сразу же у нас стоит урна Пингвин. У нас так все немножко грустно разбито. И стоит такая вот кованая лавочка. То есть это вот сочетание несочетаемых элементов. Говорит о том, что мы куда-то приехали точно не в Норвегию. Потому что в Норвегии у людей немножко лучше со вкусом. Центр нашего Баренцбурга. Разрушенные плиты. Какие-то непонятные веселые лавочки. И конечно же супер убогое колхозное благоустройство. Без этого никуда, иначе мы бы никогда не поняли, что мы в России. Какая-то максимально стрёмная клумба. Какие-то разбитые фонарики. Они уже не горят, они все выбиты, разрушены. И вот центр выглядит так. Наверное, когда-то в советское время здесь что-то высаживали. Вот традиционная архитектура, 1958 год. Ну как традиционная, да? Такая относительно традиционная архитектура. И вот согласитесь, вот это здание выглядит в 100 раз лучше. Такая деревянная обшивочка, какие-то вот наличники. То есть вот все какое-то милое, хорошее. На российской части тоже раздельный сбор мусора. Бытовые отходы, отдельные пищевые отходы. И даже вот батарейки. И вот здесь вот лампочки. Да, тут все подряд. Здесь везде раздельный сбор мусора. Только в отличие от Баринсбурга, если у нас какие-то стационарные контейнеры, то здесь контейнер, который сразу забирает машина. Ну вот собственно стекло, бумага, металл. Кстати, и в Норвегии, и в России есть интересный знак. Который предупреждает, что дорогу может перебежать белый медведь. У россиян, у русских это знак один. Это очень странный знак. Потому что, во-первых, на этом знаке изображен медведь с логотипа Единой России. То есть чуваки особо не заморачивались. И нам надо взять медведя. Давайте возьмем медведя с логотипа Единой России и сделаем этот дорожный знак. Кстати, этот знак можно вешать в города, где мэр Единорос. Во все города России можно перед въездом в город вешать знак «Осторожно, Единая Россия». Говорят, кстати, что в российской части было два таких знака. Но один из них белый медведь сожрал. Поэтому остался один знак. Например, в России существует всего единственный знак, предупреждающий о том, что дорогу может перебежать белый медведь. У норвежцев, кстати, тоже есть такой знак. Но тут медведь на черном фоне. И он не украден из логотипа Единой России. Посмотрите, кстати, насколько лучше выглядит сочетание черного и красного цветов, чем сочетание красного и белого. Ну, понятно, что есть ГОСТ и иногда не до красоты. Но в плане колористики норвежский знак смотрится гораздо благороднее. И это, кстати, важный момент, друзья. Когда вы смотрите на норвежский город, он как-то приятно ласкает взгляд. Когда мы смотрим на наш Барисбург, тоже цвета, да, тоже есть там синенький, красненький, еще что-то. Но что-то что-то не то, да, не очень комфортно на него смотреть. Все дело в белом цвете. Белый цвет, он портит всю картину. Если убрать белый цвет, как норвежцы его убрали, белый снег. Не надо делать белые здания. Если мы говорим про северную архитектуру, делайте серый, там будет красный, зеленый. Да, это не проблема. Темно-серый. Но не делайте белый, белый цвет он сразу удешевляет. Что еще интересно, на Шпицбергене очень дорого. Дорогие продукты, потому что понятно, что практически все сюда заводится с большой земли. При этом, скорее всего, это земля норвежская. В Норвегии и так все дорого. Плюс с доставкой здесь все очень дорого. Но потом народ зарабатывает активно на туристах. Поэтому здесь все очень дорого, даже в российской части. А что у нас с магазинами? В Лангире есть один большой супермаркет и небольшой магазинчик в российском Баренсбурге. В норвежском, конечно, выбор гораздо больше. Это просто огромный супермаркет, в котором есть вообще все. Кстати, что интересно, здесь принимают норвежские кроны евро и доллары. А рубли не принимают. Картошка около 40 крон за килограмм. Печенье Oreo 28 крон за вот такую вот упаковочку. Килограмм спагетти Бариловских номер 5 стоит 43,5 кроны. Самые простые яйца, это 18 штук стоят 50 крон. И вот совсем крутые яйца. Это 6 яиц стоит 30 крон. Значит, такая вот баночка 200-граммовая в Филадельфии стоит 40 крон. Паштетик Цезарь 22,3 кроны. В Баренсбурге с выбором гораздо хуже. Зато есть наши родные продукты. Все цены, кстати, указывают и в рублях, и в норвежских кронах, чтобы, видимо, было удобнее понимать. Платить, кстати, в рублях нельзя. Платят в норвежских кронах, но по рублям понятно. Курс здесь, кстати, грабительский. Например, авокадо стоит 73 кроны. На самом деле это 527 рублей, а не 400, как они пишут. Печеночный паштет из Ёжкорлы стоит от 55 рублей за 100 грамм на большой земле. А здесь стоит 101 рубль в Баренцбурге. Рис крупнозерный. Людмила 900 грамм. 108 рублей здесь и от 66 рублей в магазинах на материке. Сахар тут продается за 115 рублей. В России килограмм можно купить за 45 рублей. Курица при осколье в Баренцбурге стоит 325 рублей. У нас около 200 или даже меньше. Вермишель Макфа 450 грамм. У нас стоит от 40 рублей. В Баренцбурге 87. Ну и самое дешевое пиво. Велко-поповицкий козел. Производство, кстати, России. Что обидно для некоторых любителей пива. 130 рублей за банку пол-литровую. Цены примерно в 2-2,5 раза выше, чем на большой земле. С алкоголем здесь как обстоят дела? Все просто. Руководство норвежских шахт пришло к пониманию, что люди здесь достаточно много пьют. Потому что кроме самой шахты ничего больше и нет. И еще в самом-самом начале 20 века, в 20-е годы, запретило покупку алкоголя больше 2 литров крепкого в месяц. То есть больше 2 литров в месяц покупать нельзя? А в нашем Баренцбурге? В нашем Баренцбурге все то же самое. У нас литр стоит ограничение крепкого. Это русские поставили ограничение? Да. А как они проверяют? Выдается всем местным жителям талон, по которому специальный лед закупка. То же самое в лангере. То же самое в лангере. То есть без талона не могу купить алкоголь? Причем человек, который сюда прилетает как гость, он прилетает с посадочным билетом уже естественно, и по посадочному билету все так же он может купить себе 2 литра крепкого алкоголя, 24 банки пива, обычное вино идет без ограничений. То есть вина можно пить сколько хочешь? Это боли ендия идет как раз таки с того самого времени, когда только ввели ограничения, потому что управленцы шахты, они были такие белые воротнички, и вино они как раз таки пили, а крепкие напитки не употребляли. Поэтому вино они оставили без ограничений. Был забавный случай в этом марте, когда 6, не соврать 7, может быть, норвежцев решили покататься, арендовали в лангере собственно гида и снегоходы, и как-то у них почему-то не с идентифицировали, что они выпили. В итоге они шли уже к снегоходам конструктажу, и их на подходе к снегоходам продышали. И они все были очень сильно пьяные. И, в общем, если бы хотя бы один из них завел снегоход, то у них бы отняли права. Убийства, изнасилования, пьяные дебоши, что? Пьяные дебоши бывают, но это всегда гости архипелага, а не его местные жители. То есть, гости же могут разбить стекло и забрать у тебя вещи из машины? В теории, да. И более того, в семнадцатом году был прям на месяц какой-то такой случился пик, что машины начали пропадать. Но причем они, естественно, никуда не пропадут, то есть они просто оставлялись у дома, а находились где-то непонятно где. Но это вот так и не поняли, либо какие-то студенты приезжали на практику, либо что, но с тех пор начали часто ключи от машин забирать. А если случается какой-то инцидент, тут у России суд есть или судят норвежцы? Норвежцы, тут причем суда тоже нет, суд на материке. Подожди, смотри, ты в Баринсбурге, ты там с кем-то подрался, сломал кому-то нос, вас где судить будут? На материке. В Норвегии? Да. То есть, вас, двух граждан России, у которых даже может быть не быть норвежской визы, вас похищают фактически норвежцы и судят у себя. Заодно визу дают. О! Нас не подчеркнут. Была история, когда в Лангире этой зимой россиянин ограбил банк. И это был феномен, потому что все понимали абсурдность, что тебя сразу поймают. Его, собственно, в самом банке и сразу поймали. Кстати, здесь есть пивоварня, которая называется Красный Медведь. Мы пообедали на шестерых. Очень простенько, то есть прямо совсем скромно пообедали. Даже не все пили алкоголь, не все пили пиво. Взяли пару супов, люди взяли себе по горячему блюду, и получилось на 27 тысяч рублей на 6 человек. Цены здесь невероятно высокие. Здесь относительно недорого снимать квартиру. Ты сколько платишь за квартиру? 9. За какую? За две комнаты. Вот в этой четырехэтажке? Да. Вот он, коммунизм, цели достигли. То есть 9 тысяч на жилье, еще 20 тысяч на продукт. Да, порядка. Он шикует, он откровенно шикует. С другой стороны, хорошие зарплаты. Даже шахтеры получают больше, чем 1000 долларов в месяц. Посмотрим на детский сад в Норвегии. Вот так выглядит детский сад в Лангире. Во-первых, их там несколько, много детских садов. И посмотрите, как норвежцы делают детские сады и школы. Самое главное, детский сад запрещено фотографировать. Они специально сделали красивый детский сад. Может быть это вообще одно из самых красивых зданий в Лангире. И запретили его фотографировать. Поэтому приходится нарушать запрет. Вот так вот выглядит территория детского садика. Здесь разное оборудование, качели, горка. Какая-то детская площадка с домиками. Есть классная огромная терраса, на которой стоят столы, доски. То есть, видимо, когда тепло, часть занятий на улице проходит. И есть несколько крытых домиков, в центре которых стоят такие большие грили. А теперь посмотрим, собственно, в Баренцбурге. Посмотрим детский сад в Баренцбурге. Вот так выглядит здесь школа и детский сад. Они находятся в одном здании. Это единственный детский сад и единственная школа, которая есть в Баренцбурге. Здесь какая-то грязюка. Все поломано, вообще не понятно, что происходит. Нет какой-то понятной детской площадки. Видимо, здесь дети играют. Контраст, конечно, сумасшедший по сравнению с тем, что мы видели в Норвегии. И даже есть горка. Вот помните, как у норвежцев была горка? А вот такая горка у нас. Зато у нас вот герои сказок на стенах нарисованы. До 1998 года вот на Шпицбергене можно было родиться. А с 1998 года по соображениям безопасности для роженицы и рождаемого это тоже запретили. Женщины, которые беременны, уезжают на материк, рожают, потом возвращаются. Кеша, местная звезда, привлекает многих людей, туристов, он по документам писец. Так как у нас здесь на архипелаге запрещены кошки, разрешены только собаки. Но вот Кеша единственный кот, о котором знает губернатор Свальберда Шпицбергена. И она не против, потому что он по документам рыжая полярная леса. Я как-то прихожу в ветеринарную службу Лангира и говорю, «Слушайте, дайте, пожалуйста, средство от блох для кошек». Она выпучивает глаза. Говорит, «От каких кошек? Для каких кошек?» Я говорю, «Ну, так, потенциально спрашиваю, есть или нет». Вот, и в общем, я, конечно, ей долго объяснял, что это все, ну, да ладно, чего-то. Пытался подмигивать, но осадочек остался на один. А если кошка из Баренцбурга, она придет сюда, ее застрелят или что? Повесят. Да нет, не так это все работает. Контора губернатора, естественно, знает о кошках в Баренцбурге. И регулярные визиты тех самых ветеринаров проходят в том числе с вакцинами для кошек, которые списываются просто как потраченные на песцов. Повесят. Горринг, морг, 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 морг. Горринг, морг, морг, морг! В Варенцбурге никогда ездовых собак раньше не было, и не было понятно ни условия ввоза, вывоза, ни содержания, ни бытовые, ни кормления, ничего Поэтому в апреле 2016 года мы привезли первых двух собак, это частные личные собаки, на них, соответственно, испытали всю историю содержания, да, с их помощью И в декабре 2016 года уже приехали первые семь щенков для коммерческого использования, это были сибирские хаски, естественно, и самоеды То есть самая простая, самая такая доступная была история, и дальше начали уже коллекционировать и собирать, завозить всех остальных Вот сейчас их уже 65 Если умирает собака, что с ней делают? Насколько я знаю, опять же, я общался с ветеринарной службой, они зачастую увозят собак на материк, где их впоследствии исследуют Сегодня, конечно, главная статья дохода Шпицбергена, как российской страны, так и норвежской, это туризм Сюда со всего света приезжают туристы, чтобы посмотреть на красоты Арктики Здесь все очень дорого, здесь оставляешь кучу бабла, на что, собственно, народ здесь и живет Но, тем не менее, и норвежцы, и русские здесь продолжают вести добычу угля, здесь повсюду эти шахты для того, чтобы здесь присутствовать А норвежцы уголь копают, это экономически выгодная история? Потому что я читал, что то, что наши копают, это вот этот Арктик Уголь, это просто такой имиджевый проект Что там что-то делают, и весь уголь идет на отопление того же Баринсбурга Не совсем так, что норвежцы, что российская компания Трест Арктик Уголь, они добывают уголь Для чего? Для того, чтобы обеспечивать поселок частично У Лангира 50% из того, что они добывают, идет на Лангир, а в Баринсбурге 30% Все остальное идет на продажу Естественно, естественно, это, в принципе, не рентабельно все равно и не эффективно Делается почему и для чего? Для, по сути, соблюдения Шпицбергенского трактата, который был заключен еще в 1920 году Вот это шахта 2Б 2Б, причем шахта у местных своего рода символичная Потому что там, как рассказывают местным детишкам, живет у нас Санта Клаус И именно под шахтой 2Б расположен почтовый ящик Куда, да, детишки складывают свои письма деду Морозу Шахта, это вот это вот на склоне? Да, да Вообще, с точки зрения традиций, здесь традиций очень много Например, одна из милых традиций, ей уже более 100 лет, это снимать обувь при входе в помещение Более 100 лет началось все это, конечно, с шахтеров, которые не хотели нести угольную пыль в помещение Поэтому они разувались и до сих пор, как на российской стороне, так и на норвежской стороне При входе в гостиницы, в рестораны, в какие-то общественные помещения нужно разуваться Это немножко неудобно, потому что все туристы ходят в каких-то модных трекинговых ботинках специальных Их нужно расшнуровывать, но, тем не менее, до сих пор эти традиции сохраняются Там еще было ровно 24 ступеньки Каждая ступенька была окраской пронумерована Зачем? Раньше здесь шахтеры отбывали ровно два года И шахтер, выезжая каждый месяц, в окончании месяца, он садился на ступеньку и делал фотографию Один, два, три, четыре, пять Два года, два, четыре месяца Но тогда он делал двадцать четвертую фотографию Она была самая крайняя, ближе к выходу Ура, я отработал контракт, ура, я еду домой Мы с вами находимся на так называемом гараж-вокзале Почему его называют вокзал? В те времена, когда здесь работало гораздо больше людей Сейчас их работает очень маленькое количество Раньше их возили до рабочего места электровозом Ему была прицеплена женская вагонетка В которую помещалось определенное количество людей Вот, и часть людей уезжала до рабочего места Остальная часть людей вот в этом месте, видите, где свет дали застеклено Там внутри стояли лавочки, там было тепло То есть там был зал ожидания Соответственно его и прозвали вокзал В 2006 году оно здесь появляется под эгидой ООН проект создается Закладывается на него 9 миллионов американских долларов И, соответственно, в чем суть всего проекта Это сохранить культуры, которые на Земле существуют На случай того, что если случится ядерная война Падение астероида, чего бы то ни было Какой-то природный опять же катаклизм То есть для того, чтобы культуры сохранились Вот они хранятся То есть это, на самом деле, бывшая вентиляция шахтенная Это просто одна из вентиляционных выработок была Вот, собственно, туда зашли Обеспечили температуру постоянную минус 18 градусов То есть за счет того, что это под землей Да, еще и дополнительно поставили морозильную установку Почему выбрали Шпицберген? Потому что вечная мерзлота здесь, ну, изначально прохладно, да Но в итоге вот в семнадцатом году из-за глобального потепления У нас очень сильно оттаяла территория вокруг хранилища И само хранилище начало внутри затапливать Поэтому здесь вот это вот Все сейчас работы до сих пор ведутся Изначально вот еще там в шестнадцатом, в семнадцатом зимой Можно было подъехать и подойти прямо ко входу Вот этот вот купол, который видите Достаточно интересное сооружение Это местный парник Бенджамин Видмар, американец Приехал сюда заниматься, собственно, сельским хозяйством своего рода Берет в ресторанах все те остатки зеленой пищи, которые он сам и производит И на них же потом это все на переработке получает новые помидоры, новую зелень Ну, то есть из компоста Да Эти большие антеннеры behind меня Они называются Эйскат И это сайтифик-ресерк-плейс Вот эти две, они имеют Интеракция между солнечной активностью И атмосфера на топаз А маленькая, что это возможности 180 градусов Чтобы проверить различные направления Они нужны так много мощи, что за первую очередь, когда они двигаются Этой город Поскольку Шпицберген находится на самом севере Здесь 120 дней в году полярная ночь И 127 дней в году полярный день Собственно, сейчас, как вы видите, полярный день И совершенно все равно сколько сейчас на часах Потому что целый день примерно такое освещение Вот, можно проснуться ночью Самолет прилетает где-то пол второго ночи И так же светло, как и сейчас днем А вот идет какая-то грустная женщина В шапочке пол второго часа ночи Нормально, в аэропорт На самолет Она идет в аэропорт Да Очень неудобно спать Потому что организм не понимает, что пора спать Так что приходится шторки-шторки занавешивать Шпицберген это безвизовая зона То есть, несмотря на то, что это территория Норвегии И мы сейчас с вами находимся на норвежской земле Виза сюда не нужна То есть, россияне могут на Шпицберген попадать без визы Если вы летите сюда с Норвегии А регулярные рейсы есть только с Норвегии Из Осло и из Трамсё летают каждый день сюда самолеты Норвежских авиалиний Вам поставят выездной штамп О том, что вы покинули Норвегию Поставят выездной штамп ваш паспорт А здесь никакой проверки нет То же самое, когда вы выезжаете из Москвы Если вы летите чартером Если вы шахтер И приехали сюда на работу То компания Арктик Уголь Специально для вас Чартерный рейс Несколько раз в месяц Запускает Собственно, вы летите чартером Из международного терминала Вам российские пограничники Ставят выездной штамп А сюда вы прилетаете просто так То есть, здесь никаких контролей Никаких границ Сюда может вообще попасть любой человек Можно приплыть сюда на лодке Высадиться и всем будет пофиг Пограничников здесь нет Это та Норвегия, куда можно попасть без визы Китайцев много? Много Так, и как китайцам относятся? В Петербурге вот китайцев не любят Китай, к сожалению, не всегда готов следовать экологическим стандартам Ну то есть, в целом люди ведут себя достаточно хаотично При том, что на языке они английском не говорят Своих переводчиков они не слушают Получается хаос, как правило, когда китайские туристы сюда попадают Ну и куда бы то ни было А что с культурой? Вот дворец культуры в Баренцбурге Недавно тут сделали, кстати, еворемонт А вот аналог в Лангири Маленький нюанс Даже на краю света норвежцы думают о безбарьерной среде и инвалидов Например, при входе в местный дом культуры есть кнопка, при нажатии на которую Там стоят автоматические доводчики Так вот, двери автоматически открываются И это очень круто, это очень удобно Даже не то, что для инвалидов, но просто с детской коляской идете и заходите А библиотека здесь космическая Вот как выглядит библиотека в Баренцбурге А это уже библиотека Лангира Как говорится, почувствуйте разницу Вот ходишь и завидуешь В России таких пространств вообще очень не хватает А мы еще раз на краю света И вот такой шикарный дизайн, тут все продумано Вот ребята, кто живет в маленьких городах, поселках Хотели бы себе такой общественный центр, такую библиотеку, как в Лангири А вот за красивым забором с флагом Это консульство, российское консульство Поскольку мы с вами находимся все-таки на норвежской земле То есть российское консульство Но сейчас там никого нет, потому что консул, бас-гитарист И репетирует со своим оркестром Конечно, Баренцбург невероятно унылое место Я не понимаю людей, которые прямо с восторгом готовы здесь неделю жить Что здесь делать в этом Баренцбурге? Городская среда, если можно так сказать В Баренцбурге выглядит совсем грустно Все дороги, они вымощены бетонными плитами Многое провалено, развалено Все в каком-то строительном мусоре Там какие-то ржавые радиаторы, тросы Вообще, конечно, грустно на все это смотреть летом Потому что зимой это все скрывает снег А летом виден весь п***ц, который здесь происходит Наша цель – коммунизм Да, лучше бы нашей целью было отремонтировать лестницу Да, конечно, в Баренцбурге очень грустно Жить и работать Особенно по сравнению с Лангиром Я сейчас так вот сравниваю Совершенно не хотелось бы Но народ как-то влюбляется во все это Ездит на природу Ходит по каким-то там трекам Многие люди, которые побывали на Шпицбергене Они влюблялись в эту северную природу И подсаживались на это И постоянно сюда приезжают Я, к сожалению, не могу в это все влюбиться Я много раз был на севере На совсем севере, на не очень севере На разных островах И мне вот северная природа Это, конечно, здорово, забавно Но я не могу в это влюбиться Мне гораздо ближе города С небоскребами, с проспектами С интересной застройкой, новыми районами И даже новые районы Петербурга Мне ближе, чем Шпицберген Ну все, друзья Мы сравнили Если вам Лангир понравился больше Обязательно ставим лайк Если больше вам понравился Борисбург Тоже ставим лайк Ставим лайк, лайк, лайк Пишем комментарии Распространяем видео Не забываем подписаться на канал Всем пока Завтра увидимся в новом видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok